Волейболистки Енисея впервые в своей истории борются за Кубок Европейской Конфедерации. Это один из самых престижных клубных турниров Старого Света. В ответной домашней встрече наша команда приняла соперница с Финляндии. Мы побывали на игре и увидели, какой аншлаг в Красноярске собрал поединок такого уровня. На утреннюю тренировку волейболистки Енисея выходят в приподнятом настроении. Уже через несколько часов их ждет важная игра – ответный матч 1-16 престижного турнира Кубка ЕКВ. За красноярками внимательно следят их соперницы – команда ХПК Хяма Энлинна из Финляндии. В декабре наши волейболистки выиграли их на выезде 3-0 и сейчас принимают дома. Да, тогда мы получили большой опыт. Мы увидели, что в нашей команде очень высокий уровень игроков. Лучшим игроком в том матче среди красноярок признали Екатерину Ефимову. Она, кстати, самая высокая в Енисеи – 192 сантиметра. Несмотря на хрупкое телосложение, может похвастать крепким рукопожатием. Европейский волейбол немножко быстрее, чем наш. То есть передача быстрее. Может быть, за счет этого могут возникнуть некоторые проблемы. Но так, я думаю, что мы сильнее. Серьезно к этому относимся, но с хорошим настроением готовимся. Многие из финок впервые не только в Красноярске, но и вообще в России. Говорят, добирались сюда 16 часов на автобусах, поездах и самолетах. Поэтому оглядеться в нашем городе толком не успели. Отоспались, позавтракали овсянкой и сразу в зал. Зал выглядит очень хорошо, только потолок достаточно низкий. Хотя это и не так важно для игры. 20-летняя Даниэла Йохман играет в волейбол с 8 лет. Ее приучил отец. Он сам игрок. Теперь она лидер финской команды. На встрече с красноярками готова выложиться на все 100. Сегодняшний матч будет для нас большим испытанием. Я знаю, что красноярки очень хороши. И мы попытаемся показать свою лучшую игру. Ажиотаж перед матчем начинается задолго до самой игры. Такого в Доме спорта имени Дворкина не видели давно. У всех зрителей одинаковый настрой. Отличный, отличный. Мы будущие спортсмены, тоже волейболистки. Будем болеть только за победу. Я обычно езжу только на мальчишек, на Суперлигу. Но так как играют такие команды, стоит съездить обязательно. Единственное, с чего не хватает инфраструктура. Это, конечно, уже маловато. Вот этот дом спорта имени Дворкина, он как бы маловато. Для такого уровня команды. Енисей – это сила. Енисей – это класс. Енисей – наш любимый. Поводов для переживаний своим болельщикам волейболистские Енисея в этот раз не дали. Финки выходили вперед только раз. В самом начале имели перевес в пару очков. Но затем красноярки взяли игру в свои руки и повторили счет декабрьской встречи 3-0. И только после победы наши волейболистки расслабились перед камерами. Команда сопротивлялась, на самом деле, и боролась в защите. И видно было, что был проделан разбор нашей команды. С самого начала они постарались использовать наши слабые места. Они у вас есть? Ну, конечно, у всех есть слабые места. Не скажу, какие. Но при этом менее суеверными не стали. Здоровья? Тьфу-тьфу-тьфу, отлично. Несмотря на победу от своего строгого тренера, волейболистки услышат только «молодцы». Сергей Голотов признается – хвалит подопечных только в конце сезона, если заслужили. Но больше всего его порадовала атмосфера внутри команды. Тяжелые перелеты, тяжелые, очень много игр было. И мы, честно говоря, потеряли эмоционально много. Я рад, что мы на лицах игроков были улыбки. В любых моментах. Выигрывали мы мячи, проигрывали мячи, они улыбались. Это признак того, что они будут играть. Следующими соперниками Енисея в Еврокубке будет славянская команда «Ново Браник». Игра состоится уже 26 января.